Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. Уже прошло 4 месяца после аварии, а родственников погибшего Федора Дамарадского до сих пор не признают потерпевшей стороной. Многодетные матери из района имени Казбекби города Караганды получили государственные награды. Сегодня по всему Казахстану прошла презентация первого фильма киноэпопеи «Путь лидера». Сегодня по всему Казахстану прошла презентация первого фильма киноэпопеи «Путь лидера». Кинотеатр Сарыжая Ляуп собрал полный зал молодежи, который с интересом ожидали премьеры второй части фильма. Ведь многие карагандинцы тоже сыграли некоторые роли в этой эпопее. Этот кусочек фильма, на котором показан молодой президент Нурсултан Назарбаев, действие происходит на рубеже 50-х и 60-х годов прошлого столетия и повествует о молодых годах нашего лидера нации. Примеры первой части фильма уже прошла. Фильм раскрывает характер Нурсултана Назарбаева и рассказывает о том, как он шаг за шагом покоряет вершину за вершиной на пути к становлению президента. Основными местами съемок стали Днепр, Дзержинск, Тимиртау и Караганда. Большую часть зрителей составили ученики Назарбаев интеллектуальной школы. Они не понаслышке знают биографию президента и сегодня с интересом смотрели и оценивали вторую часть фильма. Мне очень понравился этот фильм. В этом фильме рассказывается, как наш президент Султан Абишевич Назарбаев стал лидером нашей страны. Многодетные матери из района имени Казбекби города Караганды получили государственные награды. Медалью Кумы Салка были удостоены пять человек, посвятившие свою жизнь воспитанию детей. Для многодетных матерей в этот день были открыты все двери аппарата Акима района имени Казбекби. Их встретил сам руководитель района Рустем Кабжанов. Мы хотим вас поздравить с праздником, выступающим праздником Днем Независимости Республики Казахстан. Пожелать вам всего наилучшего, сказать большой рахмет за вашу работу. Хоть вы находитесь дома с детьми, но это большая работа. Воспитывайте будущих граждан. К торжественным церемониям наши матери несколько не привыкли, поэтому смущались, принимая подвески Кумы Салка. Материнский труд мало заметен. Он проходит в заботах, в проблемах, но очень редко выносится на обсуждение общества. Государство старается поддержать многодетные семьи. Но основную часть по воспитанию детей несут матери. Для них студенты колледжа искусств имени Татимбета исполнили песни и поздравили с наградами. Чувствовать себя в центре внимания женщины привыкли в семье. Там они главные. Стать почетными гостями несколько неожиданно и волнительно. Большое спасибо за поздравление, за внимание государства к нам. Мы получали до этого пособие по многодетности. Сейчас говорят, что еще добавят. Ну, просто приятно. И уж совсем стало приятно, когда Аким района имени Казабегби предложил награжденным приходить в Акимат в любое время. Дети – это прекрасно. Чем старше дети, тем больше вопросов. Поэтому мы со своей стороны говорим. Те вопросы, которые необходимо с помощью нашего Акимата решать, пожалуйста, мы готовы всегда вам помочь. Торты для семейного праздника тоже будут к столу. Наверняка сегодняшние награды будут обсуждаться всеми детьми. Сергей Высокозов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Карагандинцев ждут два главных праздника года. День независимости и, конечно, Новый год. Так исторически сложилось, что эти торжества как бы сливаются в одно. Какому празднику больше готовятся карагандинцы и отдают предпочтение, узнавал Сергей Высокозов. Несмотря на прошедший ураган улицы города похорошели, новогодняя атрибутика приятно радует глаз и создает настроение. День независимости оказался несколько на втором плане. Но к торжествам все же появится и атрибутика. Флаговые конструкции, стадионные элементы, все, что монтировано уже, вот все и будет. Ну и еще флаги, то, что погодные условия, видите, не позволяли им монтировать. И только сейчас начнется монтаж. Между праздниками есть промежуток в 14 дней. Возможно, сначала все силы надо было бросить на оформление государственного праздника, а затем и новогоднего. Если вы заметили, уже новые арки висят, кронштейны по городу, светодиодные элементы, малоархитектурные формы беседки, шатры уже стоят. Часть юлок уже поставлена, но они как бы не подключены еще, потому что попросили приостановить эту работу. Как оформлять, какие приоритеты, в какие сроки, зависит от специалистов и выделенных средств. А вот как сами карагандинцы относятся к грядущим праздникам. Какой праздник нас ожидает впереди? Новый год. День независимости. А какой праздник более вам чувствуется? Новый год или День независимости? Новый год. Чувствуется Новый год, потому что везде настроение. И в магазинах, и во всех отделах разных уже чувствуется Новый год. Я уже 20 лет на пенсии. Я уже 20 лет на пенсии. А День независимости только знают все. Разница существенная. А ведь праздники очень схожи по сути. День независимости олицетворяет начало новой жизни страны. Но и Новый год празднуется как веха нового этапа в жизни каждого человека. В этом году Аким запретил включать огни на елках. Они загорятся после празднования Дня независимости. Со следующего года обязательно будут приниматься меры, чтобы новогодние праздники не затмевали главные торжества страны. Два любимых и важных праздника ждут карагандинцев. Главное, надо их встретить весело и достойно. Сергей Високосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Караганде продолжают улучшать внешний облик города и создавать условия для комфортного проживания людей. Сегодня местные власти подписали меморандум о взаимном сотрудничестве не только с лучшими банками, но и с известными сотовыми операторами страны. Подробности в сюжете Николая Кравца. Уже второй год местные власти сотрудничают с предприятиями малого и среднего бизнеса, среди которых Эфес Караганда, Каскомерсбанк, Банк Хомкредит, Казакбанк, Народный банк Казахстана, Сотовые операторы, КСЛ и Теледва. Они помогают благоустраивать наш город, выделяют средства для установки спортивных площадок, а также создают условия для выездной торговли. Мы провели в прошлом году, точнее в этом году, конкурс по благоустройству предприятий малосреднего бизнеса. Очень удачно. Малосредний бизнес сейчас вдохновлен. И когда мы провели этот конкурс, все согласились участвовать и в следующем году. Поэтому мы очень рады, что наши партнеры поддержали нас. Общими усилиями бизнесмены приносят пользу обществу. И в дальнейшем повышают статус государственного и частного партнерства. И на словах о наделе они показывают, как можно реализовывать полезные дела в городе. Очень радует, что таких бизнесменов становится все больше. Хотел бы всех поздравить с настоящими праздниками и поздравить нас всех с тем, что данная инициатива находит все большую поддержку. Среди бизнес-сообщества мы это видим на сегодня. Если в прошлом году мы подписывали, было всего два представителя компании, то сейчас их намного больше. Я думаю, что нашими совместными усилиями эта инициатива будет находиться в большей поддержке, расширяться. И мы все вместе сможем внести свой вклад в развитие нашего родного города. Реализация совместных проектов в 2014 году будет направлена на организацию мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Караганды. Безусловно, это даст положительный эффект как для социальных мероприятий, так и для благоустройства нашего города. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Первый Карагандинский. На канале короткая реклама, не переключайтесь. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Орион. Мы приносим радость в дом. Четыре месяца назад в центре Караганды произошла авария, в которой погиб 25-летний мотоциклист. Байкера со стажем сбила иномарка. Как уверяют родители погибшего, он пострадал по вине водителя автомобиля. Однако у полицейских возникла другая версия этого несчастного случая. Уже прошло четыре суда, и ни в одном из них родных погибшего Федора не признают потерпевшей стороной. Почему дело оказалось столь затяжным – в следующем материале. Не так давно Татьяна и Федор были самыми счастливыми молодоженами. Молодой человек готовился стать папой. Вот только свое маленькое сокровище он так и не увидел. «Вообще первым делом проснулась, когда в роддоме. Телефон взяла и подумала, сейчас ему позвоню. А звонить некому». Трагедия произошла 5 августа. Федор ехал по улице воинов-интернационалистов в сторону театра имени Сакена Сейфулина. В том же направлении впереди двигалась Ниссан Альмера, за рулем которого находился 19-летний парень. Незапно иномарка повернула вправо, сбила мотоцикл и прижала его к бордюру. По словам свидетелей, смерть Федора наступила мгновенно. «Все 10 дней он с родителями к нам приходил и говорил, что он виноват. Он ехал в машине, он ехал с девочкой, хотел погулять, пойти, припарковаться. Он не знал, то ли ему повернуть налево, то ли направо. Ну и не включил поворотник. Он сам признался, что он не включил поворотник и машинально избил». По словам матери Елены Доморадской, после этого разговора все буквально обернулось против них. И в какие бы они инстанции ни обращались, везде нет до них дела. Больше всего родных возмущает то, что вот уже 4 месяца их не признают потерпевшими. А адвоката не допускают к материалам этого залежавшегося дела. «Район имени Казбекби от 20 августа о том, чтобы признать семью Доморадских потерпевшими. То есть это мать отца, сестру и супругу покойного Доморадского Федора Валерьевича. Увы, этого не происходит». Супруга погибшего обращалась с жалобой в финансовую полицию на сотрудников правоохранительных органов. Однако там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников Михайловского отдела полиции. Мотивируя это тем, что доводы Доморадских не верны. И только спустя время мать Елену Доморадскую все-таки признали потерпевшей. «Мать погибшего Доморадского признана у нас по данному делу в качестве потерпевшей. Мы разъяснили ей права, ее обязанности. Также мы разъяснили порядок обращения в рамках расследуемого уголовного дела. И ее доводы будут проверяться. Аналогично и доводы другого водителя, который находился за рулем». На последнем суде мать Федора Доморадского пыталась доказать, что полицейские собирали материалы неправильно. Уголовное дело завели по факту гибели человека, а водителя, совершившего ДТП, представили как свидетели, а не как участника. Остается непонятным и то, почему только мать признали потерпевшей стороной, а не всех членов его семьи. «Известно буквально позавчера, два дня назад, только мать погибшего Доморадскую Елену признают потерпевшей. Отца Валерия не признают, сестру не признают Елизавету, и супругу Татьяну тоже не признают. Это тоже, я считаю, что это нонсенс. Такого не должно быть». Адвокат Семидоморадский говорит, что теперь они будут добиваться, чтобы и других членов семьи признали потерпевшими. А самое главное, согласно закону, теперь они смогут ознакомиться с личным делом, которому их не допускали все четыре месяца. «Как бы по логике вещей, тот парень, который управлял этим легковым транспортным средством, из-за которого, как утверждает семья Доморадский, как и я утверждаю, погиб Доморадский Федор Валерьевич, ему должны предъявить обвинения, должны избрать меру пресечения, направить уголовное дело в суд, так как ни о каком сейчас примирении речи не идет. А когда это произойдет, это, я думаю, вам уже надо спрашивать непосредственно в управлении дознания». По словам адвоката Алмана Каскарбаева, апелляционной инстанции областного суда, прокурор заявил судьям, что теперь делом будет заниматься управление дознания. Однако за эту историю взялся все тот же следователь, которому объявили строгий выговор. «Выговор ей объявили по представлению финансовой полиции, раз, и то, что она неправильно и неполно вела изначальное расследование, в этой части также есть постановление о возбуждении дисциплинарного производства самой прокуратуры района имени Казбекби». «Мы будем следить за дальнейшим ходом событий, чтобы узнать, кто же на самом деле виноват в этом ДТП». Динара Сартаева, Жеслан Амандыков, Бактиар Оспанов, Первый Карагандинский. Снегоуборочная техника готова к зиме. Только за один день было выведено порядка 130 единиц специального оборудования, а вывезено более 400 тонн снега. Некоторые улицы посыпаются специальным песком, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. В этом году дополнительно было приобретено 20 единиц техники для уборки снега. В зимний период зарегистрировано 129 ситуаций, связанных с остановкой техники по техническим причинам или снежных заторов на автодорогах области. В ходе проведения мероприятий по спасению эвакуировано 2774 человека, в том числе 39 детей. Привлечено к спасательным работам 533 человека, 244 единицы техники. На сегодняшний день выход техники составляет более 65 единиц техники. На основных магистральных дорогах проводится вывоз снега. Карагандинка Вероника Грибкова своими руками изготавливает кукол. Когда смотришь на них, не понимаешь сразу игрушка перед тобой или настоящий младенец. С мастерицей живых кукол встретился Николай Кровец. Карагандинка Вероника Грибкова рассказывает, как она делает кукол. Впервые о них она узнала два года назад. Женщина сидела в интернете и увидела необычные игрушки. Глядя на фотографии живых кукол, Вероника долго не могла поверить, что такую красоту делают не художники, а обычные люди. Я информировала всю информацию, какую находила, иностранные сайты, российские сайты. Я связывалась с российскими мастерами. Потом заказала, год назад как раз заказала свой первый набор молды. Сделала свою первую куклу. Меня это увлекло. Естественно, каждая кукла получается все лучше и лучше. Я учитываю свои ошибки, я понимаю, где лучше что-то убрать, что-то наоборот высветлить. Чтобы создать такую куклу, начинающим мастерам потребуется целый месяц. Работа трудная, но очень интересная. У этого малыша, допустим, я заранее придумала образ, что это будет такой темноволосый, новорожденный ребенок. Мы вставляем глазки, выравниваем их и приклеиваем. Первую куклу, которую изготовила Вероника, она назвала Ванюшей. На нее у женщины ушел целый месяц. Сразу видно, что куклы красивые, но они сегодня не пользуются большим спросом у жителей нашего города. В отличие от России и других стран. Нет, у нас такого еще нет. У нас это веяние еще не пришло. В России на заказ делали куклу в виде аватара. То есть все видели фильм «Аватар», вот этот вот синий, с полосками делали таких кукол. Вообще из нее можно сделать, ну, кого угодно. Можно сделать негритенка. То есть будет у вас кукла-негритенок. В будущем Вероника хочет связать свою работу с изготовлением таких необычных кукол. Участвовать в различных выставках, которые проходят не только в Казахстане, но и за рубежом. Не так давно Вероника показала свои игрушки в Астане. От увиденного люди были изумлены. Хотя на Западе живые куклы-младенцы давно не в новинку. Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше. Просто-просто все мы подросли. Может быть, у них там первые. Николай Кровец, Кабиден Курушпеков, Первый Карагандинский. В Караганде продолжают внедрять новую систему дошкольного образования. В детском садике Куаныш ее используют уже больше года. По какой системе в ней работают, знает наш корреспондент. При поддержке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в нашей стране началось обновление системы дошкольного образования. Поэтому повышение квалификации педагогов в настоящее время приобретает большую значимость. Реализация государственной программы «Балапан» до 2020 года предполагает строительство детских садов и развитие дошкольного образования. Также необходимо отметить в рамках реализации государственной программы развития образования программы «Балапан» на 2010-2020 годы Акимам области Бауржанам Абдишам оказывается большая помощь именно дошкольным организациям образования. Их руками и покажем дома маме. Новую систему дошкольного образования уже внедрили в детском садике Куаныш. На сегодняшний день его посещают 320 ребят. Здесь занимаются с детьми, у которых имеются проблемы с нарушением речи. Детский сад Куаныш, проектная мощность составляет 320 детей. Детский комбинат работает по коррекционному направлению, так как мы занимаемся с детьми с нарушением речи. В саду 13 групп, из них 5 на государственном. По словам директора детского сада Куаныш, ребята охотно занимаются с педагогами, рисуют, танцуют, то есть познают окружающий нас мир. Новая система дошкольного образования уже дает положительные результаты. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, 1-й Карагандинский. Руководители организации и управления продолжают отчеты о проделанной работе за год перед общественностью и журналистами города. В этот раз докладывала о работе управления по туризму и спорту области ее руководитель Наталья Сухорукова. Из выступления начальника управления по туризму, физической культуре и спорту Карагандинской области Натальи Сухоруковой стало известно, что в регионе культивируется 175 видов спорта. Работает 48 организаций, которые охватывают 380 тысяч населения. Только на ремонт спортивных сооружений в этом году республикой выделено 195 миллионов тенге. Сегодня спортсмены области готовятся к Олимпиаде в Сочи. Это прежде всего Екатерина Айдова, которая завоевала три лицензии. Это в дистанции 500 тысяч и полторы сейчас находятся на подтверждении. Существует и ряд проблем. Особенно резонансная оказалась последняя история, когда наши ребята выехали на коммерческий турнир в Екатеринбург без открепления и были уличены в применение допинга. На сегодняшний день они задержаны. Под подпиской о невыезде в конце января будет проведен суд и определит меру наказания. Хотя наша казахстанская сторона через МИД, мы ходастайствовали перед МИДом, предоставили все документы о том, что те препараты, которые они везли, у нас разрешены для продажи. Тем не менее, только за этот год наши спортсмены завоевали 6 924 награды различного достоинства. Участвовали в 617 соревнованиях разного уровня. Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас 14 декабря на завершающую сельскохозяйственную ярмарку в честь празднования Дня независимости Республики Казахстан. Праздничная торговля пройдет по улице Олимпийская. Районные и местные товаропроизводители будут реализовывать мясомолочную плодовочную продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15%. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Салбонезда. Редактор субтитров А.Семкин